Советский и российский актёр Виктор Сухоруков, родившийся 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуево Московской области, умер в возрасте 71 года. С ранних лет он проявил актёрский талант, специализируясь на пародиях, а в 12 лет, не сказав родителям, принял участие в кастинге на киностудии «Мосфильм в Москве». Действительно, в тот момент он не прикоснулся к кино. В восьмом классе он пытался поступить в цирковое училище, но был слишком молод для этого. Его первый сценарий в студенческие годы был это его судьба или это его жизнь. Сценарий предназначался для приключенческого фильма, и он дебютировал в кино в 1973 году в эпизоде сериала «С тобой и без тебя». Он сделал свой большой прорыв, появившись на экране в 1982 году в фильме «Ювелирный бизнес», где он сыграл гангстера. Один из самых известных его фильмов – «Боковые бакенбарды», снятый Юрием Мамином в 1989 году. Режиссёру Алексею Балабанову понравилась работа Сухорукова, и он предложил ему сняться в своём фильме. «Счастливые дни», основанные на произведениях Самюэля Беккета. Знакомство с этим режиссёром стало ещё одним важным событием в судьбе актёра. Именно фильм Алексея Балабанова – брат 1997 года, в котором Сухоруков сыграл брата Данилы, киллера Виктора Багрова по кличке Татар, в возрасте 40 лет принёс ему славу и всенародное признание. В начале 2000-х годов ему были предложены роли графа Полина в историческом фильме «Ильи Хатиненко. Золотой век» и Павла I в фильме Виталия Мельникова «Бедный, бедный Павел». В 2004 году он получил кинопремию «Ника» за роль императора Павла I. В 2011 году вышел фильм «Овсянка», в котором он получил премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова